В Алматы еще один судебный исполнитель едва не стал жертвой ответчика. Пристав собирался сносить незаконную пристройку к частному дому. Однако последовал жесткий ответ. Все подробности у Ануара Амангельдинова. Конфликт возник из-за этой пристройки. По решению суда объект был возведен с нарушением норм и потому подлежал сносу. Самостоятельно владельцы дома разрушать здание не хотели. Из-за дела взялся частный судебный исполнитель. Визит незваного гостя вызвал агрессию. У хозяина, не сумев переубедить судебного исполнителя, владелец частного сектора пустил в ход кулаки. Как выяснилось, владельцам дома нездержанный мужчина стал совсем недавно. Пристройка была возведена еще до покупки недвижимости. Прежний владелец в течение нескольких лет судился с соседом. По словам последнего, возведение строения представляло реальную угрозу его жизни. До суда показывал, что ребята трещины пошли. Потом стало все хуже, стало больше. Значит, сначала один шатался, потом два, три. Я боюсь, что когда по весне, когда пропитается полностью земля водой, и все как будет, вот глина, суглинок изменит свою вязкость, и это все здесь вот съедет. По словам судебного исполнителя, ранее в подобных ситуациях он никогда не оказывался. О своем состоянии потерпевший рассказал в социальных сетях. Удар был сильный, но я поехал в больницу, думал перелом, обошлось, все нормально, чувствую себя хорошо, перелома нет, ушиб есть, ребро болит, на правом боку спать не могу, лежу на левом, а так себя чувствую хорошо. Конфликт по словам квартиранки, проживающей в доме, где произошел конфликт, спровоцировал судоисполнитель. Он якобы вел себя чересчур надменно. Судебный исполнитель, да, он угрожал, он прям сидел на три буквы, прям вот я стою, он, сноси это все, все, теперь я злой, точно. А его бригада строителей сказал, у меня договор только на крышу, мы пугать же пришли. Я это слышу, вы понимаете, они не стесняются. Все обвинения свой адрес судебный исполнитель отрицает. На обидчика он написал заявление в полицию, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение. В городском департаменте полиции пообещали взять ход расследования на контроль.